С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 23 марта. Всемирный метеорологический день проводится по инициативе Всемирной метеорологической организации под эгидой ООН. Самые главные вопросы сегодня, безусловно, проблемы погоды, климата и воды. Состояние атмосферы, суши, морей, океанов и рек. Мы это чувствуем на себе, на том, как меняется эта самая погода вокруг нас. Ведь фактически зимы в этом сезоне никто не увидел. Все это позволяет совместными усилиями решать серьезные вызовы. В России сегодня также отмечается свой персональный день работников гидрометеорологической службы. И мы очень надеемся на то, что предсказания синоптиков всегда будут точными. Хотя это всегда будут только прогнозы. У родившихся в этот день, 1910 год, в этот мир приходит Акира Курасава, японский кинорежиссер. Семь самураев, Дерсу, Зала. Он один из классиков мирового кинематографа. Удивительно, но за рубежом его фильмы пользовались большим успехом, чем на родине. Родные ему японцы упрекали Курасаву за отход от народных традиций и называли его самым не японским из японских режиссеров. Для нас же важен Дерсу, Зала. Фильм о приключениях в уссурийской тайге, который стал одним из величайших шедевров мирового кинематографа. Кстати, это первый фильм, который Курасава снял не на родном языке. Картина получила статуэтку Оскар как лучший иностранный фильм. Год 1912. Вернер фон Браун приходит в этот мир. Рожденный в Германии, американский конструктор ракет, главный конструктор проекта Аполлон. Род фон Браунов обосновался в Восточной Пруссии еще в 16 веке и за военные заслуги получил баронский титул. Браун разрабатывал первые баллистические ракеты V1-V2, так называемое оружие возмездия, которым, слава богу, не успел воспользоваться Гитлер. Ну а саму идею позже подхватили Соединенные Штаты, где и продолжилась работа конструктора. Он получил в 1955 году гражданство этой страны. О сотрудничестве с нацистами он писал «От меня официально потребовали вступить в национал-социалистическую партию. В то время я уже был техническим директором военного ракетного центра. Мой отказ вступить в партию означал бы, что я должен отказаться от дела всей моей жизни. Поэтому я решил вступить». В этот день появился на свет Анатолий Лепедевский, полярный летчик, герой Советского Союза, один из спасателей челюскинцев. А дело обстояло так. В феврале 1934 года во льдах погибает советский пароход «Челюскин». 104 человека, которые успели покинуть гибнущее судно, оказались в ледовом плену. Советские летчики делают практически невозможное, спасают всех. Среди первых героев Советского Союза и Анатолий Лепедевский. О событиях этого дня. 1654 год. Богдан Хмельницкий подписывает с московским правительством так называемые «мартовские статьи». Это договорное соглашение о политическом и правовом положении Украины под протекторатом России. 1698 год. Учрежден орден святого Андрея Первозванного «Святым крещением пределы нашего просветившего». Девиз ордена «За веру и верность». Среди его кавалеров были дипломат Головин, полководцы Апраксин, Потемкин, Румянцев, Суворов. А свое название он получил в честь апостола Андрея, который считался святым покровителем всех русских земель еще со времен киевских князей. Является первым орденом в истории Российской империи. Орден оставался высшей государственной наградой страны вплоть до 1917 года. А 1 июля 1998 года орден вновь был учрежден наградной системе страны. В настоящее время является высшей государственной наградой. 1841 год. В Лондоне Ричард Берд открывает первое в Европе фотоателье. Годом ранее подобное заведение создается американцем Александром Олкотом в Нью-Йорке. В 1876 году русский инженер-изобретатель Яблочков получает в Лондоне патент на изобретение электрической лампочки. Весной 1876 мировые СМИ пестрели заголовками типа «Россия – родина электричества». Мировые журналисты восхищаются русским инженером. Его изобретение, показанное на выставке в Лондоне, меняет все представления о возможностях электричества. 1933 год. Закон о чрезвычайных полномочиях предоставляет правительству Гитлера диктаторские полномочия. Мир встал на рельсы самой страшной войны в истории человечества. Год 1983. Выступая по национальному телевидению, президент США Рейган впервые предлагает инициативу разработки СОИ. В основе так называемой стратегической оборонной инициативы противоракетная защита над всей территорией штатов в случае возникновения ядерной войны. По мнению многих историков, Рейган, конечно же, блефовал, а руководство СССР решило ответить со всей яростью, что, увы, привело к развалу СССР, в том числе не выдержавшего эту гонку вооружений. Ну и самое последнее. 2001 год. Происходит затопление орбитальной станции «Мир» в южной части Тихого океана вблизи островов Фиджи. 20 февраля 1986 на орбиту выведен первый базовый модуль советской пилотируемой орбитальной станции «Мир». Впоследствии она станет вершиной космических достижений СССР. Отправить в космос семь модулей совокупной массой 124 тонны и придумать такой вот космический дом, а площадь его 376 квадратных метров, это уже фантастика. В августе 1999-го «Мир» законсервирован и переведен в беспилотный режим управления. Средства кончились. И 23 марта 2001 года станция «Мир» затоплена в Тихом океане. Столько сил, столько проектов, столько средств, и, увы, все иногда заканчивается. Но, возможно, для того, чтобы начаться вновь. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».